Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня поговорим, почему болеют наши цветы. Сегодня я хочу сравнить наши цветы с нами, с людьми. То есть цветок – это растение, это живое существо. Мы с вами тоже живые. Почему болеем мы? Основная причина заболевания – это переохлаждение. То есть если мы промочили ноги, промокли, у нас начинаются разные болезни. Цветы – то же самое, они живые. Если мы их поливаем прохладной водой, а в основном мы их поливаем прохладной водой, корневая система у нас замокает, то есть они подмерзают. Зимой сейчас на подоконниках при проветривании очень идет холодный воздух по подоконнику. Поэтому в зимних условиях мы, чтобы цветы не подмерзли, мы ставим на пенопласт или на поддон переворачиваем, чтобы они не подмерзли. Также большое количество влаги. То есть мы поливаем, цветы стоят в воде, а мы представляем, что это ноги. То есть если поставить нас в холодную воду постоять, то мы заболеваем цветы тоже из-за обильного питья. То есть корни у нас стоят в воде, они начинают гнить. Надо давать земле просохнуть. Самое важное – это земляной ком, чтобы успел просыхать, чтобы было кислородное дыхание. То есть корни у цветов – это не ноги еще даже, а еще, наверное, и нос, потому что корнями растение дышит. А когда мы наливаем очень много воды, в тарелочке вода дышать, растение не может, кислорода не хватает, и цветок погибает. Вот это основная, наверное, причина – полив. Потом подмерзание цветка. Еще у нас иногда очень обильно брызгаем цветы. А надо разбираться, какие можно брызгать, какие нельзя. И теперь что у нас происходит? У нас цветок заболевает. Какими у нас вирусы, грибки идут, бактериальные инфекции? Какие они будут, тут сказать, очень сложно. Например, как вот я была маленькая, я заболела, подмерзли у меня ноги. У меня может быть ангина три раза в год, вирусная ангина. Может быть, у меня грибковое поражение горла, когда говорят, ой, у вас не ангина, все белое горло, но это грибок пошел. Вот, потому что, наверное, антибиотиками лечили, а бывает просто ОРЗ, там, не знаю, бактериальная инфекция. Такое же и у цветов. И если вы узнаете, ой, а у нас вот такие пятна, а здесь такие пятна, и вы хотите, чтобы вам сказали точно, вот какое это заболевание, можно определить. Но в основном, если цветок сильно поражен, вылечить его уже нельзя. То есть вот корневая система, она уже сильно как бы попорченная, уже корни отгнивают. И, конечно, надо сразу пересаживать. Цветок заболел, основное пересадить в новый грунт, просушить, пересадить в новый грунт и обработать. Обработать, конечно, от вирусов, грибков, чтобы спасти растение. Но если хотите, чтобы ваши цветы не болели, то самое основное, следите, чтобы вода была теплая. Поливаем все цветы теплой водой. Мы даем просохнуть земляному, значит, кому, чтобы растение дышало. И мы, конечно, не переохлаждаем цветы. То есть располагаем на подоконнике, вот, если подоконник холодный. А у нас у многих в квартирах бетонные подоконники, а они холодные. Поэтому мы ставим пенопласт или вот такую тарелочку. Вот и все, наверное, вся информация. Это самое основное. Если хотите, чтобы цветок не болел, переслушивайтесь к нашим советам. Если есть вопросы, спрашивайте. А я прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok